а сама себе и маме я сделала вот такой календарь с девчонками это вот январь февраль они были выбраны моделями для одного из бутиков ульяновска рекламировать парфюм какой-то но вот видимо нужно было владелицы нужны были видимо свежие лица и вот такие у них образы это вот саша а это вот женья гимнастическая фотография вот так выглядит календарь видите это апрель тоже вдвоем они мама когда увидела этот календарь на рождество я и подарила она прям расплакалась тронула ее какая прелесть сегодня у нас с утра был небольшой снежок как вечер смотрите прям прям завалила невероятно сразу так холодно холодно прям стал прям хочется уже шубу надеть шапку варежки и полепить снеговика а это же утро следующего дня и я как всегда интересует что за погода и смотрю держится ли снег и да вот он лежит мне кажется знаете не только я многие из нас тоже выглядывают из окна и наблюдают и знаете из окна слышится такой характерный звук чистки машины от снега это первый снег в этом году потому что в декабре еще был есть пойдешь снег ну давай сходи на снежок давай нет шел снег ночью и вот навалило и знаете не тает не тает держится пока хотя я не думаю что температура минусовая вот такое у нас яркое солнышко сегодня птички поют но лежит снег класс мы с кольным едем из больницы и вот смотрите забастовки медицинских работников требует увеличение зарплаты потому что у нас здесь с повышением цен ну сложновато скажем так стало 6 и 7 февраля тоже объявлены днем забастовок а по данным здравоохранения около 800 тысяч жителей страны ждут в своей очереди на операции и различные плановые процедуры по местным тв показывают пустые больничные коридоры такие же пустые больничные палаты а у меня запись к врачу на 6 февраля ну вот и посмотрим мы едем прямо за рамкой идет дождь, светит солнце впереди радуга-дуга ну уже град пошел у нас сегодня вообще все 33 удовольствия и снег, и дождь слышите как барабанит? зашли в Лидл, а здесь вот такое вот объявление что яйца только две упаковки на человека ну вот такие вот упаковки большие, а вот маленькие, видимо, можно мне непонятно, почему может быть приближающаяся Пасха которая будет только в апреле вот заходишь в Лидл здесь столько всякой всячины в хозяйственном отделе вот, например, вот такая вот вот такая кассироль, да, ну как бы как это называется ну кассироль для тушения овощей, да, она вот и на плите и можно поставить в духовку мне вот такая нужна и стоит она 29,99 ну приличная цена, хочу сказать и вот здесь столько всякой всячины вот тоже такой набор три штучки утюг, паровой стимбраш нам такой нужен, кстати говоря стоит он стимбраш 19,99 14,99 ну, наверное, как и в любом супермаркете, да, в российском то же самое есть и такие вот хозяйственные отделы где можно купить и миксеры, всякие средства вот, например, для бутылок складывать бутылочки вайн-рак это толстер а все тележки в Лидле привязаны друг к другу видите, вот вставляешь монеточку и потом она цепляется а это уже следующий день и мы решили прогуляться по небольшому городку который вы хорошо знаете это Санбач сегодня здесь рынок четверг и мы зашли в лавку и купили котлеты по-киевски вот в такой упаковке и сейчас я буду их готовить эти котлеты мы взяли всего две стоят они по 3,50 то есть 7 за две штуки все положила на противень и сейчас буду выпекать в духовке 40 минут и сегодня в конце видео рубрика мои романтичные ужины ну, может быть, они не такие уж и романтичные но все равно покажу вот котлетом по-киевски я сделала картофельное пюре кстати, Колин оценил его затем приготовила греческий салат и сырную тарелку положила ну, это так на всякий случай котлеты оказались довольно вкусными кстати, у нас знаете, как часто бывает я накрываю, а Колин убирает поэтому после ужина вот, он приступил к своим обязанностям намывает посуду и, кстати, делает это хорошо и с удовольствием посудомоечная машина у нас пока сломалась поэтому вот так ну, вот, наверное, и все всем до свидания всем пока увидимся позже пока! 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 Продолжение следует...